Халцедон, кварц, яшма, обсидиан, золото. Как душа не радует, когда сходятся такие красивые работы. Сегодня в программе «Творческая мастерская» предстоит побывать в творческой мастерской художника, дизайнера, прихожанина Екатеринбургского храма «Преображение Господня» Виктора Владимировича Моисейкина. В 2012 году наш приход праздновал трехсотлетие. Ибо в 1712 году по благословению святителя Иоанна Тобольского была создана община и построен первый храм на этом месте. И вот к этому юбилею наш прихожанин Виктор Владимирович Моисейкин проподнес нам вот такую святыню. Серебряный крест Мощевик, в котором уже в милости Божией собраны частицы многих святых угодников Божьих и древних лет, и современных. Я думаю, такая милость к нам Божья, потому что вот когда-то мы хранили, в нашем храме хранился царский крест Мощевик, который находится ныне в монастыре царственных святерцев на Ганино-Яме. Мы ее хранили и передали вот на место, где пострадали святые царские мученики. И вот за это Господь, я так вот мыслю, Господь нам вот благоволил передать эту святыню, которая износится в каждый двенадцатый праздник, престольные праздники. В дни, когда наш храм посещает наш правый шерех и пастырь, митрополит Кирилл, вот эта святыня износится для поклонения нашим прихожанам. Ну это будет потир, такая чаша для участия, какая-то заготовка, то есть здесь у нас как раз, так сказать, процесс проектирования, создания, то есть вот от идеи до каких-то макетов. А потом уже в дальнейшем на втором этаже уже будем непосредственно выполнять материально. Ювелирный дом Моисейкин, детище Виктора Моисейкина, его творческая мастерская. Здесь придумываются, разрабатываются и воплощаются удивительные проекты. Утро для всего коллектива здесь начинается с гимна России. Это сплачивает людей, говорит Виктор Владимирович. А еще раз в неделю для всех молебны. Вот сейчас гравируют ее, чтобы она была красивой, изящной, тонкой. Ювелирный дом Моисейкин, всемирно известная марка. Работы находятся в Троице-Сергиевой лавре, оклады икон на Афонском подворье. Мастера дома создают церковную утварь, детали для облачения сестер. В географии ценители изделий – Великобритания, Франция, Китай, Япония, Эмираты. Оценки – дипломы многих международных выставок. Работы находятся в коллекциях Елены Образцовой, королевы Великобритании, принца Майкла Кенского, известных дизайнеров и многих других. 21 июля 2014 года в Сергиевом посаде на празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, где присутствовали святейший патриарх московский в Сеаруси Кирилл, президент России Путин, высоким гостям были презентованы хрустальные иконы с ликом святого Сергия Радонежского. Иконы были изготовлены по заказу Троица Сергиевой Лавры мастерами ювелирного дома «Моисейкин». Всегда мне нравились камни. Ну как, вот мы живем на Урале, нас окружает такое количество красивых цветных камней, вот еще там мальчиком собирал какие-то камни, рассматривал, разглядывал, просто их любил. Ну и, конечно же, очень много вокруг и знакомых, и друзей, там, работали с камнем, работали с металлом. То есть весь наш край, он пропитан и в прямом и переносном смысле камнем, красивыми работами. То есть сколько было создано на нашей камнерезной гранильной фабрике, еще в императорскую Россию. Конечно, одна из главных задач любого руководителя – точно определить вектор развития предприятия, поиск идей, способных оплодотворить коллективное творчество. И умение найти пути воплощения идей, даже там, где их невозможно, казалось бы, увидеть, когда перед тобой лишь грубый камень, который и только-то нужно очистить от всего лишнего. Ну, как идеи? Идеи принадлежат миру. Сказать, что это моя идея, сложно сказать. То есть я ее подсмотрел. Где в основном подсматриваю? В природе. Идешь по лесу или идешь по улице, раз – увидел что-то. Там огромное вдохновение получаю, посещая наши храмы. То есть это просто кладезь нашего русского искусства, и иконописи, и орнаменты, то есть вообще само вот это благолепие храмов, то есть оттуда можно черпать, черпать идеи. Поэтому сказать, что это мои идеи, я бы так не сказал. То есть я просто их как-то беру, адаптирую, что-то вот вижу по-новому. То есть задача же дизайнера увидеть в привычных вещах что-то новое. Ну, лишь бы оно не противоречило нашему внутреннему состоянию. То есть, конечно же, все искусство, оно по большому счету духовно. И если взять вот даже наше русское искусство, то, я не знаю, ну, наверное, я бы даже, может быть, осмелился сказать, что оно никогда не было отделимо от духовности. Никогда. Даже те периоды, так скажем, нового русского искусства или даже авангард, если мы возьмем русский авангард, по сути, настолько близок к иконографии. По сути, может быть, они это не заявляют, но тот же Кандинский, но он же размышляет о духовном искусстве. Да, то есть он передает яркие, чистые цвета, характерные для русской иконы. И вот эта вот идея духовности, лежащая в основе искусства, она всегда была в основе русского искусства. Вот новый такой будет ощерит для храма Александра Невского. Что такое искусство? Это вот, если мы, там, кисточки в божьих руках, то, наверное, вот проявление той божественной красоты, которая нас окружает, это и есть, наверное, искусство. Создавать искусство без глубокой веры невозможно. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, что без нее вообще нельзя. Это не просто помощь, это вообще основа твоей жизни. То есть если ты не веришь, а зачем ты вообще тогда живешь? Зачем ты вообще все делаешь? Что ты хочешь сделать? А, вот, кстати, ощерит готовый. Вот сегодня, в принципе, мы с матушкой Домникой согласуем и завтра уже установим храме Александра Невского. С большим удовольствием и радостью делаем работы для храмов. Делаем сейчас мощевики для храма Александра Невского. Делали работы, вот я надеюсь, еще продолжим работы для Троицы Сергиевой лавры. То есть это вот, эти работы действительно доставляют мне удовольствие. Потому что приходится много изучать старое и древнерусское искусство, безусловно, церковное, да, то есть посещать музеи, смотреть, как это было сделано, находить какие-то идеи, вот просто прикасаться к этому, к тому, что люди создали до тебя. Просто пытался понять, что они думали, что они хотели этим сказать, как они это делали. То есть с удивлением нахожу какие-то интересные, как сейчас модно говорить, какие-то инновационные идеи в работах 17-го века, 18-го века. То есть какие-то хитрые приемы, которые мастера использовали. То есть просто нужно быть очень внимательным. Мне было интересно изучать наследие Фаберже, то есть ход его мыслей, как он думал, как он делал, почему он это делал, то есть какие технические приемы, какие-то художественные приемы. Я бы сказал, вот из 21 года, который компания уже существует, наверное, лет 15 у меня ушло на то, чтобы вообще понять, что делают для меня. То есть у меня не было такого ощущения, что я могу что-то взять и сам сделать. Оно, конечно, и сейчас не всегда возникает, но вот до этого я просто пытался как-то понять, что делают, что-то повторить. А сейчас мне хочется сделать что-то свое, что-то свое, и я понимаю, что я могу сделать, может быть, даже что-то, может быть, интереснее. Это время, конечно, покажет, и жизнь покажет, но хочется сделать что-то свое, что-то современное. Ну, мы сравниваем Фаберже, но Фаберже-то жил сколько? Сто лет назад? Больше ста лет? То есть, если бы он жил сейчас, он бы делал не те вещи, которые мы видим, он бы делал совсем другие вещи. Мы бы говорили, но это не Фаберже. Да нет, это Фаберже только, который живет сейчас. В хрустальной иконе, новом детище ювелирного дома, соединились традиции древности и открытия века 21-го. Фенифть, расписывающая лик. Ныне дело редкое, в стране говорят мастеров по фенифте по пальцам пересчитать. Фенифть и, собственно, сам хрусталь в кружеве серебра. Необычность работ в том, что их основой послужил кристаллический кварц. В отличие от обычных технологий, именно хрусталь держит металл и делает икону легкой, воздушной, сияющей. Это новое в искусстве. Каждое поколение, наверное, пытается это сделать. Наверное, это правильно. То есть все равно художник, дизайнер, да, то есть он отражает эпоху, в которой он живет. Ну, хотим мы этого, не хотим, все равно осознанно, неосознанно. На мой взгляд, самое лучшее продолжение традиций – это продолжение традиций по духу. Мы не повторяем то, что было сделано до нас. Ну, было сделано прекрасно. То есть мы можем взять что-то оттуда интересное, сделать что-то свое, современное, интересное, как-то по-своему сделать, переосмыслить. В конце концов, технологии же на сегодняшний день более совершенны. То есть даже используя технологии, мы можем сделать то, что не могли, например, сделать мастера. Либо это там, ну, могли, но это было там неоправдано, например. Поэтому, конечно, мы должны создавать. Вот один из таких предметов гордости – это хрустальная икона, как раз, так скажем, инновационный продукт, если так можно выразиться. Там применены как раз вот интересные современные решения, которые позволили достичь очень такого нового художественного, эстетического взгляда вот именно на икону. Может быть, даже не взгляда, а воплотить по-другому. Но, собственно, воплотить-то тоже, что и было изначально заложено в иконе, да, то есть это вот окно в другой мир. Вот это хрустальный камень, хрустальная икона. Она вся из хрусталя, да, то есть основа хрусталь, как бы оправа, получается, держится на камне. За счет этого вот эта вот легкость, воздушность, вот это ощущение окна, другой мир. Это вот как раз вот иконы, которые мы делали, Сергий Радонежский, к 700-летию. Празднование преподобного Сергия Радонежского. Строит Сергий Валавра. То есть это вот мы по их заказу делали. Выразить вот эту вот идею иконографии, да, вот, но по-другому выразить ее. Увидел в музее Корсунский крест Троицы Сергия, лавры сделаны из кварца. И вот настолько поразило необычное использование кварца, что захотелось вот использовать этот материал. И настолько мне показалось, это действительно вот материал, который передает вот этот вот горний мир, да, вот. Это легкость, воздушность, прозрачность. И захотелось использовать его в иконе на основе его сделать икона. Некоторые эксперименты были настолько удачны, что, например, мы, нам удалось огранить самый крупный кристалл в мире. В виде капли, 55 тысяч карат. То есть вот такой был эксперимент. По сути, это был эксперимент, мы учились гранить. Но в результате этого эксперимента получился интересный такой предмет. В частности, это помогло нам позже уже огранить как раз камень для иконы. Каждая работа несет смысл. Не только художественный, но поэтический, даже философский. Не случайно Виктор Моисейкин ведет в своих рабочих блокнотах поэтические и философские записи. Рано или поздно они находят отражение в новых произведениях. Большая часть работ, которые мы делаем, они в одном экземпляре, конечно. Большая часть. То есть мы вот пытаемся сейчас сделать какие-то повторяемые работы, которые можем повторять. Но опять же, все-таки у меня вот идея, почему я хочу это повторять. Мне хочется сделать их более доступными для людей. То есть чтобы вот эта красота, то есть не снижая качество, не снижая художественной ценности работы, все-таки сделать ее более доступной. Это один путь только повторять. То есть какие-то работы мы повторяем. Конечно, особая питательная среда для творчества – музеи, мировая художественная культура. Безусловно, я люблю наших всех, так скажем, классических художников, классических живописцев. Но предпочтение отдаю современному искусству. Из современного искусства мне, конечно же, больше всего отдают предпочтение кандинскому. Очень часто перечитываю его трактат о духовном искусстве. Очень часто перечитываю, очень глубокий. Не могу сказать, что мне все в нем нравится, но это как в человеке. То есть бывает, что ты любишь, но сказать, что все в нем тебе нравится, ты не можешь. Ты можешь даже перечислить, что тебе в нем не нравится. Но перед этим ты все равно считаешь его близким человеком. Мне близок кандинский. При этом я не все его работы люблю, не все они мне нравятся. Но вот близок. Нравятся очень работы Натальи Гончаровой. И, с осторожностью, говорит, относится к современному западному искусству. Поэтому лучше ходить, смотреть на красивые, на красивые предметы. Не надо из-за любопытства пытаться увидеть что-то, то, чего ты не видел. Надо подумать, оно тебе пользу принесет? Потому что, я говорю, посмотреть из любопытства легко. Я говорю, очень много посещал выставок, очень было любопытно. Потом очень осторожно это делаю, очень осторожно. То же самое с интернетом, надо очень осторожно. Оно все отпечатывается там. Я просто, может быть, более восприимчив, потому что это моя работа. То есть проблема как раз избавится потом. Вот есть даже хорошее слово «русское благолепие». Буквально в переводе он означает «величественная красота». Давайте вспомним, как князь Владимир выбирал веру. Когда приехали его люди, посланные из храма Святой Софии, сказали, мы не знали, были мы на небе или были мы на земле. До того было величественно, до того было благолепно. Пение, убранство храма, то есть произвело это впечатление. Конечно же, это же не самоцель украсить. Просто там как-то золотом покрыть, сколько килограмм здесь, еще какие-то технические средства. А вот передать вот это ощущение, конечно, это результат, именно чтобы почувствовало, сердце почувствовало. То есть на небе ты или на земле заходишь в храм и понять не можешь. Такая красота, так красиво, так благолепно. Поэтому если создается вот это вот ощущение величественности, благолепия, красоты, красота же она по сути своей тоже имеет духовную, божественную природу. Я очень часто, например, сталкиваюсь, мне приходится отвечать на такой вопрос, красиво-некрасиво. И часто приходится анализировать, как люди на него реагируют. Вот мы в нашем русском языке, например, используем слово «красиво». Мы ездим по разным странам, я езжу, общаешься, пытаешься общаться, говоришь там что-то на английском, понимаешь, что в некоторых языках нет слова «красиво». Но нет, нет такого понимания. Они пытаются это как-то называть гармонично, еще как-то, да, ну, там, такой самый близкий эквивалент, например, если мы там говорим, ну, в частности, там, про японцев, да, гармонично, красиво, там, мило, может быть, еще что-то. А вот это ощущение красоты, ну, наверное, больше всего передано у нас, в нашем языке. Просто, опять же, мы сузили это только до одного слова, понятие «красиво». Но в каждом человеке, вот я просто сам наблюдаю, есть это внутреннее ощущение красоты. Человек ничего не понимает, не заканчивал никаких школ, там, учебных заведений. Он смотрит на какой-то предмет и говорит «красиво», на другой какой-то смотрит предмет «некрасиво». И вот это внутреннее ощущение красоты, я думаю, что оно врожденное у каждого человека. А с другой стороны, вот эта вот насмотренность, да, когда вот мы там посещаем храмы, мы видим это величие, мы видим эталоны красоты, мы говорим «это красиво». Потом нам, когда показывают другую какую-то картинку, там, из другого мира какого-то, мы говорим «не, что-то не то, что-то некрасиво». Понимаете? Поэтому, конечно, очень важно. Украшение храмов – это очень важно. То есть это прививает красоту. Не только создаёт ощущение, да, когда ты там находишься, но и когда ты выходишь, ты её уносишь с собой, у тебя возникает уже эталон. И, можно сказать, про людей западной культуры. У них нет этих эталонов. То есть приезжаешь в музей, смотришь на современное искусство, смотришь, с каким восторгом люди смотрят, там, на какие-то скульптуры с пятью ногами, с семью головами, и удивляешься. А красиво что? Что красиво? Потом начинаешь понимать, почему для них это красиво. Смотришь, там, вот в каком мире они живут, да, что там происходит, и понимаешь, что вот ориентиров-то каких-то нет красоты. То есть вот, собственно говоря, теперь это и стало ориентиром красоты. Вот это ориентир. Слава Богу, что вот мы действительно, как по-английски, там, отодокс, да, то есть мы ортодоксальные, православные. То есть придерживаемся наших канонов, неменяемых. У нас идёт такое вот традиционное всё. Мы, собственно, знаем из истории, как был украшен первый храм в Иерусалиме святом. Вот. И этот храм, да, его поругание тоже был расписан. Вот мы застали, когда нам передавали только обгоревшую живопись этого храма. В храме были и серебряные сосуды, крест на престольный серебряный, много святынь было, всё это исчезло за годы лихолетия. И только вот сейчас Божьей помощью Господь возвращает нам наши святыни. Мы, видите, расписываем храм. У нас уже вот появился эта святыня на престольный крест-мощевик. Вот. И многие святыни в нашем храме, икона Божьей Матери чудотворные, я считаю, икона Божьей Матери Всецарица. И вот слава Богу, что Господь посылает таких людей, которые желают, чтобы дом Божий был благолепен. Чтобы здесь люди находили утешение, чтобы люди здесь умилялись красотою храма Божьей. И я верю, что это будет продолжаться. Господь хочет, чтобы мы в храме умилялись не только сердцем, красоте песнопений, молитв, но и церковному искусству, который сейчас возрождается. Вот росписи, вот эти кивоты, иконостасы – это всё наши врачские мастера. Совершили. Только буквально сейчас начинаем обращаться опять к русскому, к русскому искусству, к нашим корням. Сколько лет мы преклонялись и до сих пор продолжаем преклоняться перед западной культурой, перед западным искусством. И вы знаете, с каким удивлением, когда мы приезжаем на выставки, показываем наши работы, с каким удивлением они смотрят на это и говорят «О, как?». То есть они открывают для себя Россию, удивляются и говорят «А мы так не можем сейчас». Вы как-то по-другому на мир смотрите. Но действительно, вам есть что показать. То есть у нас богатейший опыт, богатейшая культура. То есть у нас есть основа, мы не потеряли этой основы. И нужно просто оглянуться на себя. Конечно, есть что-то достойное, то, что создается в других странах, безусловно. То есть нельзя все сказать, что там все плохо. Но то, что у нас, просто кладезь и идей, и культуры, просто надо посмотреть. Иностранцы с радостью и с удивлением открывают для себя русскую культуру, русское искусство. Мы, живя здесь, очень часто не обращаем внимания на то, что окружает нас. То есть мы стремимся поехать куда-то, в какой-то музей, там еще что-то посмотреть. При этом толком не посмотрели Пушкинский музей, толком не были. Там в Третьяковке не посмотрели, в Эрмитаже не посмотрели все залы. Я объездил очень много музеев мира. Могу сказать, что наши музеи, наверное, одни из самых лучших музеев. Именно по работам. Как сделать какую-то интересную, там, завлекательную акцию, либо там сделать какой-то показ интересный, совместить что-то там на уровне какого-то шоу. Да, наверное, они лучше у нас это делают. Но сами материалы, сами предметы, вот то, что накоплено у нас, это можно смотреть, смотреть и смотреть. Пока есть вера, и пока ты понимаешь, что вот твоих-то сил точно не хватит. Только одних твоих сил. Поэтому, ну, с Божьей помощью это все возможно. И пока русский дух у нас есть, ничего нам не страшно. И все мы преодолеем и кризисы, и все. То есть самое главное, мы начали преодолевать кризис культуры. Вот это самое главное. Кризис духовности начали преодолевать. Материальное, оно потом догонит это все. Самое главное, мы начали от этой пропасти уходить. Вот как я это вижу. А искусство — это просто материализация духовного, вот и все. Мы разработали такой платок коллекции «Россия». На основе типографики книги Ивана Федорова «Апостол». То есть вот взяли орнамент, взяли шрифты и постарались сделать вот такую современную работу. То есть надо будет ювелирная коллекция. Это вот шелковый платок из этой коллекции. То есть надеюсь, что женщина будет у вас с удовольствием носить. Ну это наш, вот русский. Здесь по крайне написано. Россия — священная наша держава. Россия — любимая наша страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова